Здравствуйте! Высо-выграты! Сегодня мы будем на нашем занятии мастерить традиционную куклу Обско-Угорскую Акань. Для изготовления куклы нам понадобится небольшой лоскуток белой ткани, это будет голова. Для оформления туловища лоскутки контрастных тканей разных цветов. Вот они у меня заготовлены. Для платья мы возьмем ткань прямоугольной формы, у меня красного цвета лоскуток и для нанесения орнаментов белую ткань, вот полоска белой ткани и я возьму ткань другого цвета синего. Сначала мы кукле изготавливаем голову, берем лоскуток светлой ткани и начинаем сворачивать трубочкой. Вот у меня получилась трубочка. Я сгибаю ее пополам и середину придерживая, середину я фиксирую иголочкой с ниточкой. Нужничками отрезаем аккуратно. Вот у меня получилась уже голова и уже тут будем сейчас формировать туловище. Раз у нас голова белая, из белой ткани, мы приложим сначала лоскуток красный, приложим и зафиксируем иголкой сзади. Вот. Ну потом возьму лоскуток белой ткани, раз у меня контрастные цвета должны на туловище быть, вот. Полоска белой ткани тоже она фиксируется двумя-тремя стежками. И так вот видите, вот у меня уже две полоски и мы полосок делаем нечетное количество. Я уже сформировала туловище контрастными полосками. У меня получилось их девять штук. Теперь у меня задняя часть как бы получилось здесь швы и я как бы сзади накладываю как будто шаль или платок накладываю сзади повыше, чем эти полоски немножко. И вот формирую туловище уже до конца. И у меня будет вот сформировано вот такое туловище. Теперь я куклу должна нарядить в платье. Я беру лоскуток уже красной ткани, у меня красное будет платье, орнамент, я буду наносить белую полоску. Беру иголку с белой ниткой и уже я пришиваю полоску белой ткани. Я ткань загибаю с краю, чуть-чуть загибаю на миллиметра два и отступив от краю, ну примерно три миллиметра, я начинаю классическим швом через край пришивать эту полоску. Теперь у нас же должна быть полоска примерно равна трем миллиметрам. Я беру маленькие маникюрные ножницы и начинаю, примерно отступаю миллиметров пять, полсантиметра. И начинаю маникюрными ножницами, потому что им удобно резать эту полоску. Загибаем края, загнула край и вот у меня если направление шва было в одну сторону и тут верхний край полоски я пришиваю, зафиксирую и шов тоже должен идти не в противоположную сторону. Все шовчики должны идти в одну сторону. Таким же образом мы пришиваем другие полоски. Вот у меня будут три полоски белая, синяя и снова белая полоска. Теперь мы платье выворачиваем на левую сторону, стороны соединяем боковые и боковой шов пришиваем. Мы соединили боковые швы у платья, разгладили их пальцами. Видите, такое красивое платье. И уже верхний край платья мы подгибаем, ну как тут зависит от мастерицы сколько у нее ткани. Подгибаем ровно края. Берем иголку с красной ниткой, по цвету платья берем нитку и закрепляем ее. Ну я всегда закрепляю вместе шва заднего. Это будет со стороны спины у куклы. Вот я закрепила двумя стежками. И ближе к краю сгиба я начинаю выполнять шовчик, ну как, как бы, живулька называется. Выполнили этот шовчик по всему краю, а теперь начинаем тихонечко-тихонечко собирать, как бы, стягивать. Мы стянули вот платье это, но еще пока не закрепляем его. И теперь нам надо одеть платье на куклу. Берем уже заготовку нашу куклу и снизу одеваем кукле платье. Вот наряжаем ее. Шов будет со стороны спины куклы. Вот платье наше начинаю пришивать. Когда я пришиваю, я слежу, чтобы складочки ровно-ровно ложились. Складочки могут сбиваться и в ходе работы можно их поправлять. Вот она готова, вот она стоит. А теперь я хочу покрыть голову ей платком. Для этого взяла лоскуток треугольной формы. У меня, видите, цветы на платочке не крупные, а то крупные цветы на такой маленькой кукле этот платок не надо делать. И вот, раз у меня кукла, она небольшая, и ткань выбрана вот с мелкими цветочками, я нахожу середину у этого лоскутка, у этого треугольника. Заранее сделаны у меня иголочкой кисточки, выдернуты нитки, как будто это кисти. И вот, одеваю платок кукле на голову, белую нитку я беру с иголкой, и уже я фиксирую платок, чтобы у нас хорошо он держался на голове. Вот смотрите, какая у нас замечательная получилась кукла Акань. Она очень нарядная, и с ней играть будет приятно. А чтобы ее зафиксировать, чтобы она стояла очень крепко, можно кусочек плотной бумаги взять, скрутить маленько и вставить. Вот у нас тогда кукла будет очень хорошо стоять, и удобно будет детям играть, какие-то манипуляции совершать. Вот кукла пошла в гости, или кукла что-то там танцевать будет. До свидания. Поем об этом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»